Всем привет! У нас раннее утро. Видите, кошка с котятами так там и живет. Даже Батуша еще спит. Амира взяла и чкурнула в гараж. Только я открыла двери на улицу, взяла и выбежала. Я за уточками. Что, вы тут за ночь все засрали, да? Выходим. На выход. Выходите, выходите, давайте. Выходите, заходите. Они заходят в эту штуку. Вон, зараза, видите? Мирка, иди домой. Выпустили походить без загончика. Собак закрыли. Гуляйте на свободе. Надо воды им поставить. Вот бы Алиса с ними погуляла, но она еще спит. О, не уходи, я тебе костюм дам. Открыта машина? Уже там. Да, померяйте. Это явно не размер Алисы. Не размер Алисы. Дай бог, чтобы Наташа подошла. Но, понимаешь, он же какой-то этот фирменный. Да. Так что, если подойдет, ну да. Сколько он еще с неба душа? Я Наташа дарю. Неважно. Пускай померят. Ну реально, он большой. Он большой. Он очень большой. На нем написано 14. Я тебе говорю. Так что. Сейчас посмотрим, куда они гулять пойдут. Главное, чтобы в гараж не зашли. Эй, эй, эй. Вы что, вы что, вы что? Они не будут это есть. Так уже ж съели. Да он выкинул. Ну камушки им надо. Капец, это не камушки. Это какие-то уже скоро яйца будут. Да это уже утки. У них еще крылья вырастут, они наверное улетят. А что, батут пришел? Ой, ну, сетка пришла? Ух ты. Только еще одна не является. Что? Там же вот эти паралоновые, которые надеваются. Да. А что, они уже то совсем все поломаны? Да. Вы ко мне бежите? Так он же и новые погрызет. Холючий. Сейчас Надя вам воды вынесет. Мне далеко домой бежать за водой попросила Надю. Надя вышла. И костюм заодно отдала Даши тот, который большой на Алису. Хе-хе. Какие вы интересные, когда на свободном выгуле, а? Все бумажки подбирают. Эй-эй-эй-эй. Выплюни. Хе-хе-хе. Всякую каку подбираете. Вот одуванчики, кушайте. О, интересно погулять, да, по двору? Ох, как интересно. Закрыли Умку пока что. Надя завела Джейску домой. Чтобы утки немного походили. Боже, все подряд подбирают. Камни даже какие-то. Вот это делать им нечего. А Надя говорит, что им даже надо какие-то камни есть. Господи, кирпичи жуют. Утки, вы чего? Тут травы полно. И палки они грызут. И шо они только не грызут. Банда. Перенатая. Коврик нашли. Сено нашли. Смотри, смотри, такие тебя услышали. Побежали. Идите, вам воды вон вынесли. Идите. Будете пить? Достанут? Надо еще добрать. Кость, можешь чем-то долить еще водички? А то не достают. Я думала, достанут. Да, сейчас у бабушки глянем. Они такие деловые. Они уже такие большие. Кстати, Костя бабушке ручку починил. У нее тут ручка была поломана. Он купил новую и поставил. И теперь она не заедает. Даже не верится. Ну, потому что мы с Алисой раз зашли к бабушке и застряли. Короче, пытаемся открыть, пытаемся, но не открывается. Так, пока уйти заняты, я вам покажу в гараже кое-что. Надя, ты видела? Я просто стою, я не могу. Посмотри, что Костя сделал. Купил такие штуки, чтобы вешать велики. Купил такие штуки. Слушай, вот это прикольно. Он говорит, можно еще заказать, чтобы даже и Алисин и Дашин так же само повесить. Так, а где здесь место? Так, вон. Коврить уберем. А тут один разве что. Тут же книжки. Подними. Тут просто машинки эти сдвинуть и подними. Я ходила, короче, купила коврик. Ну, я как обычно лох, понимаешь, печальный. Купила этот коврик, он мне не нравится. Ходила Костя, заглядывала в машину. Этот, держатель. Ну да, да, поняла. Заглядывала себе еще такой коврик. Поняла. Закажи, пожалуйста, это будет подорог. О, Костя долил воды. Совсем другое дело. Хоть бы они не впрыгнули купаться. Все, довольны, да? Жизнь малина? А мне идти за вами сейчас убирать. И на кухне, и в клетке вашей. Кому что, да? Да. Минута. Минута. Комни нужны, чтобы как-то прочищать, да? Да. Да. Ну, я что знаю, у меня первый раз такие. Надя в шоке, как они выросли. Да, они выросли вообще, Лен, нереально просто. Я же говорю, скоро в дути отсюда. Я их уже боюсь, вот так подбежит, ущипнет. Но вы видите, что это не гуси, да? Кто-то писал, гуси у нас, это утки. Нет, это утки, просто они большие такие. Смотри, направляются к этому огородику, тут же разная трава растет. Так, в общем, я попросила Костю, пока он тут возится, я пойду домой, потому что Алиса там одна, спит, проснется, вдруг еще испугается, что одна попросила присмотреть за утками. Он мне обещал, что с ними ничего не случится. Хотя он их любит так в кавычках. Конечно, присмотрю, мои любимые уточки. Я даже еще трех принесу, что за них. Ты и так вместе со мной их принес. Не перекладывай. Зашла домой, шумлю. Вообще по барабану, гляньте, вырубился. В такой смешной позе. Так, переставила я вот эту кошачью штуку. Теперь Костя сетку прицепил. Сетка такая старая уже, кстати, вообще капец, с какими-то царапинами некрасивая. Но зато свежий воздух открыла окно нараспашку. И кошки тут будут лежать, любоваться и дышать свежим воздухом. И заодно она подпирает окно. Так вот, универсально получилось. Так, что там за кипиш? Кто там кричит, мяучит? О, всю банку съела. Я и утром открыла целую новую. Я в шоке. Вот это ты проглотина, слушай. Ну, я понимаю, что котяткам надо молоко. Ну, блин, чтобы целую банку съесть. Маня, ты меня шокируешь. Ну, тихо, тихо, Люся. Тихо, Люся, у тебя детки. Видите, все трое живы. Маленький уже так подтянулся, что скоро уже такой будет, как два больших. Так что мамочка молодец. В коробке прижилась, слава богу, но коробку приходится держать все равно наверху. Ей нравится наверху, ей тут спокойнее. Вот. Ну, лисенку она не мешает, она в ногах стоит. Так, я выложила видео, тут мне Катя пишет. Вау! Ей знак вопроса. Она, вы купили Алисе новый костюм? Я спрошу, какой? Она мне фоточку присылает. Нормальный костюм устроился? Катя, твой костюм невоспитанный. Он красивый, да. Ну, вообще-то, блин, так не делают. А, она новое платье красивенное. Ну, блин. А вот платье Мелли с Кивау новое купили, между прочим. Ты видела? Так. Перепрячем. От таких костюмов рыженьких. Да, надеюсь, не блохастеньких. Залез в Алисе ящик. Батоша, блин, оригинал. Они теперь могут кушать, как хотят. Срывать одуванчики, пиралку. Боже, какие они огромные уже. А давайте мы все равно не будем. Папа, зачем мы у тетов этот тазик ловим? Чтоб они плавали или пить? Скажи, зачем этот тазик? Чтоб у тетов плавали или пили? Папа. 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 Это весело, Белаяр. Хотите понять сулиточки? Ух ты, ясно. Не бойтесь, это нахуй сильно отделает. Хотите нау? Папа, а зачем утром, чтобы этот тарик с водой грязный, чтобы не купали силипины? Скажи. Папа. Все. Хорошо, я поняла, что это пирожи, да? Папа. А что ты в этих сапожках, Алиска? Потому что в тем бутинках я все время натираю лапки. А, понятно. Алиска, сейчас покажу, опять надену. Сейчас, иди сяду куда-то. Только не туда, а он туда, на стульчик, иди садись. Это не стульчик. Кто б знал, как мне тут было неохота мыть с водками. Вот эту их переноску, пол вокруг. Но чего ради ребенка не сделаешь. Сейчас понесу им покушать. Алиса уже выбежала во двор. О, кто-то пришел. А Алиска? В бумагу, ножницы и карандаши просто. В бумагу, ножницы и карандаши? А утки гуляют? Ну, только-только посадил его в воде. Наконец-то. Уже менее презентабельно выглядит. Кухня? Да. Просто я убрала оттуда ту переноску большую вообще. Потому что им уже в ней ночевать нельзя. Уже все. Они уже ее переросли. На, Алисюшечка, поставим покушать. Здравствуйте, я хотела приезжать сейчас там и выиграть там. Погоди там рисовать, Кость. Давай протрем хоть стол. Встань, додься, встань. Встань с этой грязюки. Кость, смотри, переверни вот так вот, как у та зеленая их. Ай, больно, мама. Ну, так осторожно ж. Хорошо. Мазик мой. На. Я там, у тебя там приготовилась... На, отнеси уточку. Только смотри, смотри, аккуратненько, не переверни. Там я сделала у тета, они такие... О-о-о-о. Алис, я тебя поздравляю, на твоем батуте есть сетка. Куда я вижу? А там, ну, кушай у тебя там, углу, 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 углу. Надо, наверное, возле воды поставить. Я только у тета, но не сделала много и где там... Сейчас я им возле воды. Ух ты, ты им игрушки положила? Какая умница. Да, это я просто им сделала всякие игры там. Там есть старшивки и всякие игры про землю есть. Понятно, вижу, какару ты им положила. Хорошие игры. Мы уже прошли с ними землей, игра. Ясно. Игра. Я там с ними был в воду, и там два утюмка случайно обосрались. О-оу. Придется убирать. Да. Так, смотри, им сейчас папа придумает верхушку, мы выпустим умку. Он их накроет. Вот, и мы выпустим умку, и будет умка уже вместе с утятами гулять. А ты понаблюдаешь, чтобы все было нормально, но я думаю, что все будет нормально. Может тебе вообще шапку снять, не жарко? Жарко, давай снимем. Так, быстро сняла. Мам, кстати, это у тебя тоже в следующей игре после земли, а это уже не в говорящих планах. Понятно. Следующая игра просто шоку, такой страшный котик. Наверное, вы спросите, почему Алиса в резиновых сапогах? Потому что у нее натертые ноги, почему-то ей натирает обувь. Сейчас покажу. Да не надо сейчас показывать, не надо. Тебя можно снимать? Привет. Привет. Еще раз. Еще раз. Да. Слышь, Джесси прям невозможно в доме удержать. Сейчас мы их чем-то накроем. Она понимает, что они слушают. Она их слышит. Алиса, привет. И она их слышит, и она прям вот так. Понятно. Улить дверью, вот так слить, понимаешь? Мы сейчас их чем-то накроем, короче, и собак выпустим, потому что собакам же не сидеть закрытыми из-за них. Нет, Джесси не рискнула. Сейчас Костя придумает, что сделать им сверху. Потому что Джесси такая, что может еще ее так... Все, проломать? Да, у тебя там всякие... Страшилки? Да. Да. Что это за здесь? Страшилки. Я помню, знаешь, какие у меня были куклы? Вот эта кукуруза росла. И мы рвали, были такие лялечки. А у меня, знаешь, какие были спичка, цветочек срывается, делается юбочка, на спичку что-то там лепишь, а дуванчик, это голова. Но она меня так убеждается всегда, что, Надя, это не страшно, это все. Ну да, да, все придумано, подумаешь. Все придумано. Алис, давай завтракать. Поговорили с Надей вот насчет этой штуки. Я ее хотела выкинуть, потому что она уже разламывается. А Надя говорит, я ее в село заберу. Да, завезу в село. Вот это вот обмотаем. Ну, оно ж крепкое, понимаешь? Ну, да, тут просто вот эти вот штуки, вот, они очень легко ломаются. Видите? Их только тронешь, и они ломаются. Я говорю, вот это обмотаем. И можно даже вкопать будет, чтобы не переворачивалась. Ну, всегда я себе сел, да и все. Ну, да, покрасить ее и все. А тут, во-первых, мы ее не перемотаем сами. Во-вторых, ну, оно опасно. Ну, да, малая сяга. Я хочу с Надей поговорить. Говори. Поговори со мной. Так, пока там Алиса рассказывает Наде, что играла, Костя мастерит верхушку. А я не, потому что они тут гунари, а я почему-то думала, что у нее сетка лежит. Смотри, Надя, такая сетка от Джессики. Да, ну, не все. Она узкая, Костя. Сейчас на раз-два их ни сетки не учат. И потом они... А, вот так. Да ну, ты им по голове, осторожней. Ну, это, получается, не длиннее, чем клетка кролика, Костя. Уже загончик. Мне больше с утятами греет. Тебе надо с утятами быть. Да. Я сейчас пойду им еще клетку отмывать. Ой, в которых Нана начала жить, господи. Я с этими утками. Я не рада. Я не рада, Надя, я не рада уже. Ну, ничего, но они уже реально большие. Я только делаю, что мою какашки утячьи, понимаешь, по полдня. Не мало бабокупа. Угу. Попыла пороси. Да. И главное, он такой вид все время делает. Вроде я одна купила. А он так улыбается. Ты видишь? Я тебя сговаривала. Ну, ты ж упертая, мадам. Я тебя сама сегодня побрею. Побрей. Побрей такой. Вообще бруталом решил стать. Она еще не завтракала. Да, надо ее завтракать вести. Так, мадам, вам завтракать надо. Ах, не получилось. Еще раз. Вот, видите, Костя перевернул, как бабушка предлагала. И все-таки почище выглядит эта штука. Можешь на нее садиться, Алис. Садись, а я тебе стол подвину к тебе. Садись. Так, когда Умка будет прыгать, их переворачивать, понимаешь? Садись, садись. Я узнала, как называется ее первая страшилка форма. Это... Любзи. Я не знаю, о чем ты, Алиска. Мисс Лимон я видела. Обычный лимон нарисован. Надя пришел в школу, как учитель. Учит, стоит у доски, а потом тушится свет, и он такой становится, типа, кровавый, весь глаза красный. Короче, это мисс Лимон, понимаешь? Да, 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 мама говорит правду, это мисс Лимон. Причем это не страшилка, а не мультик. Сейчас такие глаза там... Это не мультик, Надя, это кто-то из блогеров просто снимает, понимаешь? Типа, сидят уже взрослые за партами, ну, типа, в школе. Тоже свет отключается. А на малую это произвело такое впечатление? Это мисс Лимон. Сначала я рисую ее обычную, мисс Лимон. А, ты мисс Лимон рисуешь? Вот сейчас ты ее увидишь. Видите? Да, это она первая обычная, вот такая пятнышко, ульпачка. Добренькая, да, типа? Сначала она вот такая добренькая. Чтоб ты понимала, малая встала, она еще не причесана, не позавтракала. Она услышала, что утки гуляют без вольера и кинулась во двор. Так, вот это обычная мисс Лимон. Да. Добренькая. Ну, вроде бы не миленькая. Миленькая, да, миленькая. Сейчас рисуем ей вот такие пятны. Это она уже превращается? Нет. А, нет, это она такая есть? Да. Симпатичная. Теперь рисую ее парточку, которой она учится. Доченька, пойдем завтракать? Нет, я хочу еще погулять. Я знаю, ты позавтракаешь и погуляешь. Умоешься, заплетешься, дочь? Нет, я хочу порисовать тут. Ну, и что, завтрак тебе сюда нести? Умыться надо, Алис, расчесаться. Ага. Так пыльно. Страшная форма мисс Лимон. Страшная форма мисс Лимон? Да. А ну, как ты ее запомнила, сейчас посмотрим. Это такой ротик у нее. Это ж еще запомнить нужно. Хорошенький ротик. Умка завтракает, слышишь, как хрустит. Даже он указал, тракает вам. Так, рисую красные глаза. И этой мисс Лимон. И... Да, так изменилась она, конечно. Да, когда свет выключается. И в это время ты должен с ней играть в камень, розницу, бумагу. Если первый раз поиграет, заберет руку, если второй глаз. А третий раз выгонит из класса. Третий самый страшный, блин. Действительно, без рук, без глаз, но можно уже из класса выйти, в принципе. Ой, господи. Такая игра. Есть игра, как игра. Это сильные игры, конечно. Вот такая страшная. Если можно, следующая форма ее, это любви. Так это блогеры сделали. Надя, она просто наложена картинкой поверх видео. Все. И вот это, да, дети? И вот это дети так впечатляются, да. Понимаешь? И вот это такое сделали, типа она злится. Типа она пришла вместо обычной учительницы. Ну, хорошо, что она этого не боится. Вот видишь, сколько много зависит от блогера, да? Как ребенок, каким будет... Так как тебе сказать? Если бы не боялась, она бы о ней все время не говорила, мне кажется. А это кто? Это ее форма Люкзи. У нее еще какая-то специальная форма есть? У нее есть еще много форм. Боже, что смотрит мой ребенок? Куда смотрю я? В этот момент. Скажи. Куда смотрю я, да? Не, я видела, когда... Понимаешь, когда она начинала смотреть, я видела, что пришла вот такая мисс Лимон. Место учителя, понимаешь? Лимон обычный. Ну, думаю, ну, что такого? Ну, лимон и лимон. Думаю, господи, элементарно как-то сделали, да, для детей пусть смотрит, знаешь. А потом там погас свет, и она такая становится. Ну, да. Понимаешь? Слышно? Ну, давай, допустим, Муку, посмотрим его реакцию. Да, сейчас Костя завернет, знаешь, оставить. Я стяжками. Да, да, давай стяжками. Он может просто перевернуть эту челеньку, как-то носом подрыгся. Просто для них это, мне кажется, маленький вольерчик. Сверху положить тяжеленькое. Не, их просто одних не надо оставлять. Надо, чтобы кто-то гулял все время. Алиска же, он любит гулять. Да, ну пусть Алиска и наблюдает. И она же хотела уток. Да, у нас есть лимон есть. Это они любят, это они любят. Потому что в клетку их только на ночь, Кость, потому что иначе они мне клетку так закакают, что я ее уже и не отмою. Тогда здесь все загадит. Ну, здесь-то можно отмыть. Ну, как грабельки, совочек, Господи. Как Паша курятник выгребает. В конце концов... А, ну, под траву ничего не постелишь, конечно. Они ж траву... Они ж траву щипают. Так, давай место придумаем, где можно. Под забором. Во. Реально. Под забором вон трава. Да. Давай прямо сейчас перенесем. Да, я уже. Стяжки, да, сделаешь и перенесем. Чтобы они действительно посреди двора не клакали. Сейчас так потихонечку и придумаем. Это третья форма с лимоном. И можно взять граммистые помидоры и нож и воткнуть. Нож воткнуть? Алис, нет, это уже слишком. Больше ты такое не смотришь. Никаких мисс лимонов. Хорошо. Ты быстро согласилась. Она же могла сказать, мамочка, ну пожалуйста. Так, Надюша. Не подсказывай. Да, не надо. Все, Алис, идем кушать. Никаких больше мисс лимонов, забывай эту гадость выдуманную. Все, пошли кушать. Лимон это фрукт, который вон в холодильнике лежит, его надо кидать в чай. И все. И вон у тебя лимон сидит в клетке. Енот. Все, других лимонов знать не хочу. Пошли. Я хочу, я с утятами хочу. Поешь и придешь к утятам. И расчешемся хоть, пошли. Давай расчешемся, только кушать не будем. Ну конечно, и стану худая, как спичка, да? И голова будет кружиться. И как ты будешь с утятами гулять? Идем. Только что я пойду? Со своими мисс лимонами? Да, забирай своих мисс лимонов. И идем. А то вдруг тут что-то с ними случится. Нет. Ничего не случится с ними. Ты видела, сетку купили, заказали. Новую, на батут. Я думала, что это еще там. И Даша, и Алиса прыгали, и обе по разу чуть не вылетели. Надеюсь, ты мои влоги смотришь? Должна была видеть. Не смотрела. Посмотришь. А Алиса прыгала один раз, аж прям полетела к краю. И Даша прыгала. И мне еще Даша говорит, а можно я сальто сделаю? Я ей говорю, Даша, тут даже сетки нету. Говорю, ты что? Ну на дом еще можно было. Не, а сейчас она может сделать тут сальто, когда сетка есть. Понимаешь? Она, мне кажется, большая для нее. Все, я иду. Посмотри, какой он большой. 2 и 24. Больше двух метров. Все, баба, я иду. Мама, иди, пока она согласилась. Да, пойдем. Пока она согласна. Так, мне же надо Косте помочь уток перенести. Или ты поможешь? Он сейчас доделает уже. А куда перенести? А мы решили под забор, чтобы не обсирали двор. Ладно, я пошла за малой. Давай. О, тут кто-то купается. Проша купается. Ой, как классно. Только чуть-чуть? Ты сказал только чуть-чуть? Да? Скажи, Катя. Проша хороший. Проша. Проша мокрый. Проша мокрый? Проша мокрый? Ку-ку. Ты меня узнал. Ку-ку. Мокрая птичка. Ку-ку. Кать, ты не боишься? Что? Что он наслушается лекцией и будет тебе разговаривать голосом лектора. Нет. Давай почухай. Давай почухай, давай. Не-не.